Утро на Елисея Это самая большая ошибка. Запомните, ваш руководитель не умеет читать мысли. Повышают заработную плату настойчивым и разговорчивым коллегам. И говорить об этом стоит аккуратно и точно. Я здесь как рабыня тружусь без обеда и без выходных. Да в моем отделе я одна работаю. И вообще, не повысите мне зарплату? Я уволюсь. Скорее всего, такое поведение не вызовет желание у руководства увеличить оклад. Смотрите, я стабильно перевыполняю план на 20%. Количество задач в этом году выросло и продолжает расти, а зарплата нет. Почему? В этом году я предложила такую схему работы, которая сэкономит нашей компании 30 тысяч рублей. И напоследок важный момент. Чтобы разговор с руководством об увеличении оклада увенчался успехом, прислушайтесь к совету бизнес-тренера. Наверное, самым-самым рабочим советом будет это не занимать позицию просителя. Не просите о повышении заработной платы. Постройте диалог как решение задач. Придите к вашему руководителю и задайте вопрос. Сергей Петрович, скажите, а как я могу повысить себе заработную плату? Либо, Сергей Петрович, что я могу сделать для повышения своей заработной платы? Такой постановкой вопроса вы сразу же зададите конструктивный тон беседы. И так как вы задаете этот вопрос вашему руководителю, придется на него ответить. Однако, если перспектив карьерного роста и увеличения дохода нет, возможно, пора задуматься о смене места работы. Работают усердно и ответственно Виктория Карлова и Иван Вишневский.